МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сильнейших фехтовальщиков мирового рейтинга. Своё первое звание чемпиона Европы по фехтованию на колясках завоевал Роман Федяев. В финальном поединке против местного национального героя Ромена Нобля омскому мушкетёру удалось взять верх. Мой финал обсуждали ещё неделю, как я фехтовал. То есть это очень был серьёзный поединок, трудовой, и о нём все говорили. Соревнования складывались довольно-таки неплохо. Я был хорошо готов, хорошие сборы, хорошие тренировочные дни дома, поддержка семьи, как бы отлично складывались соревнования. Неоднократная победительница престижных соревнований российского и международного уровня и очень обаятельная девушка Юлия Ефимова взяла два серебра фехтований на шпаге и рапире. Говорит, для неё главное получать удовольствие от фехтования. Не было ощущения тяжести, хорошее было состояние азарта, победы. Такой, скажем, ну не то чтобы налегке, но то, что азартно, да. Было немножко обидно завоевать серебро на шпаге, так как это мой любимый вид, и я ждала, что будет золото. И было неожиданно приятно получить его на рапире. Александр Кузюков занял первое место по фехтованию на рапире и третье на шпаге. Ещё один мячик Константин Беич на чемпионате Европы дебютировал и приобрёл ценный опыт. В командных соревнованиях мужская сборная России завоевала первое место в поединках с рапирой и третье со шпагой, а женская взяла золото в спаррингах со шпагой и бронзу с рапирой. Россия впервые выиграла чемпионат Европы и, можно сказать, половину не дали России, завоевали о мяче. Очень успешно ребята выступили, но и мне как тренера я уже перешёл в другое измерение. Всё дело в том, что с сентября месяца у нас начинается отбор на паралимпийские игры. Вопрос стал очень серьёзный. Паралимпийский комитет сократил квоту участников и в виде оружия будет допускаться всего 12 человек. Для того, чтобы попасть, мы должны пройти 11 международных стартов. Сегодня мы уже говорили, что нужно принять 11 стартов, на которые мы будем изыскивать денежные средства, ребят отправлять на то, чтобы они участвовали. Ну и сегодня мы продумываем о том, что предоставляем новый зал, тренировочный зал, это велотреки вновь открывшимся, где у нас будет возможность, чтобы ребята, сборная нашей Омской области, сборная России, которая находится в Омске, тренировалась и достигала тех результатов, которые она достигает. Отдых у ведущих омских фехтовальщиков будет недолгим. Уже в июле начнутся тренировки по общей физической подготовке. В августе тренировки с оружием, а в сентябре первые отборочные старты на Паралимпийские игры.